Во имя Отца и Сына и Святаго Духа Недостойный правитель Римского Царства, нечестивый Диоклетиан, был ярым последователем и покровителем идолослужения. Выше всех богов чтил он Аполлона, слывшего за прорицателя будущего, ибо бес, обитавший в его бездушном идоле, пророчествовал о будущем, но предсказания эти никогда не сбывались. Однажды Диоклетиан вопросил Аполлона о некой вещи. Бес же ответил ему, «Не могу истинно провозвещать будущее, ибо мне препятствуют люди праведные. Почему и лгут в капищах волшебные треножники? Праведники уничтожают нашу силу». Диоклетиан стал спрашивать жрецов, что это за праведники, ради которых не может пророчествовать бог Аполлон. Жрецы отвечали, что на земле праведными являются христиане. Услышав это, Диоклетиан исполнился гнева и ярости на христиан и возобновил прекратившееся гонение на них. Тогда царь созвал отовсюду своих анфипатов на совет в некомедию, собрал и весь свой сенат, и, открыв им свою ярость против христиан, повелел каждому дать по своему разумению совет, как поступать с отпавшими от язычества. В то время в римском воинстве был чудный Христов воин, святой Георгий, родом из Каппадокии, сын христианских родителей, из младо воспитанной ими в благочестии. Еще в детстве он лишился отца, который скончался, замученный за исповедание Христа. Придя в возраст, святой Георгий отличался красотой у лица, мужеством и крепостью тела, почему и поставлен был трибуном в знаменитом воинском полку. Мать же Георгия в то время уже скончалась. Когда Диоклетиан замыслил мучительски истребить христиан, святой Георгий состоял при царе. С первого дня, как только святой Георгий убедился, что этот неправедный замысел никоим образом не может быть отменен, и узнал о лютости нечестивых против христиан, он решил, что наступило время, которое послужит ко спасению его души. На третий день, когда должно было состояться окончательное совещание царя и его князей о беззаконном убиении неповинных христиан, мужественный Христов воин, святой Георгий, отвергнув всякий страх человеческий и имея в себе только страх перед Богом, явился на то нечестивое и беззаконное сборище и обратился к нему с такой речью. «О, царь, и вы, князья и советники, вы установлены для соблюдения добрых законов и праведных судов, а неистово воздвигаете вашу ярость против христиан, утверждая беззаконие и издавая неправильные постановления о суде неповинных и никого не обидевших людей. Вы гоните их и мучаете, принуждая к вашему безумному нечестию и тех, кто научился быть благочестивым. Но нет, ваши идолы не боги, не прельщайтесь этой ложью. Иисус Христос – единый Бог, един Господь во славе Бога Отца, Которым все сотворено и все существует Духом Его Святым». «Или вы сами познаете истину и научитесь благочестию, или не смущайте безумием вашим, познавших истинное благочестие». Изумившись таким словам святого Георгия и его неожиданному дерзновению, все обратили очи свои на царя, с нетерпением ожидая, что тот ответит святому. Царь же от удивления не мог прийти в себя и, точно оглушенный громом, сидел в молчании, удерживая в себе гнев. Наконец царь знаком указал присутствовавшему на совете другу своему Магнецию, чтоб тот отвечал Георгию. «Кто побудил тебя к такому дерзновению и велеречию?» «Истина», — отвечал святой. «Что же это за истина?» Георгий сказал, «Истина — это Сам Христос, гонимый вами». «Значит, и ты, христианин?» — спросил Магнеций. И отвечал святой Георгий, «Я раб Христа, Бога моего, и на Него, уповая, Своею волею явился среди вас, чтоб свидетельствовать об истине». От этих слов святого заволновалось все сонмище. Все заговорили один одно, другой другое, и поднялся нестройный крик и вопль, как это бывает в многочисленной толпе народа. Тогда Диоклетиан приказал восстановить молчание, и, обратив очи свои на святого, узнал его и сказал, «Я и прежде дивился твоему благородству, о Георгий, признав твою наружность и твое мужество достойным и чести, я почтил тебя немалым саном. И сегодня, когда ты говоришь дерзкие слова себе во вред, я из любви к твоему разуму и храбрости, как отец, даю тебе совет и увещаю тебя, чтоб ты не лишился воинской славы и чести сана своего и не предавал своим непокорствам цвета твоей юности на муки. Принеси же богам жертву, и получишь от нас еще больший почет». Святой Георгий отвечал, «Если б ты сам, царь, через меня познал истинного Бога и принес ему любимую им жертву хвалы, он сподобил бы тебя лучшего царства, бессмертного, ибо то царство, которым ты теперь наслаждаешься, непостоянно, суетно и быстро погибает, а вместе с ним гибнут и его кратковременные наслаждения, и никакой пользы не получают те, кто обольщен ими. Ничто из этого не может ослабить моего благочестия, и никакие муки не устрашат душу мою и не поколеблют ума моего». Сии слова святого Георгия привели царя в неистовство. Не дав святому окончить свою речь, царь повелел своим уроженосцам изгнать копьями Георгия из собрания и заключить его в темницу. Когда воины стали исполнять приказания царева, и уже одно копье коснулось тела святого, тотчас железо его стало мягко, как олова, и согнулось. У стажа мученика исполнились хваления Бога. Введя мученика в темницу, воины распростерли его на земле лицом вверх, забили ему ноги в колоды и положили ему на грудь тяжелый камень. Так велел мучитель. Святой же все это терпел, непрестанно воздавая благодарение Богу вплоть до следующего дня. Когда наступил день, царь снова призвал мученика на испытание, и, видя Георгия, подавленного тяжестью камня, спросил его, «Раскаялся ли ты, Георгий, или все еще пребываешь в своем непокорстве?» Святой Георгий, угнетенный тяжелым камнем, который лежал у него на груди, едва мог проговорить, «О, царь, неужели ты думаешь, что я пришел в такое изнеможение, что после столь малого мучения отвергнусь от веры своей? Скорее ты изнеможешь, мучая меня, нежели я, мучимый тобою». Тогда Диаклетиан велел принести великое колесо, под которым помещены доски, истыканные железными остриями, подобными мечам, ножам и спицам. Некоторые из них были прямые, другие скривлены наподобие удилищ. На том колесе царь велел привязать обнаженного мученика и, вращая колесо, срезать все тело его железными остриями, утвержденными на досках. Святой Георгий, разрезаемый на части и сокрушаемый как тростник, доблестно переносил свои муки. Сначала он молился Богу громким голосом, затем тихо про себя благодарил Бога, не испустив ни одного стенания, а пребывая как спящий или нечувственный. Сочтя святого умершим, царь в радости принес хвалу богам своим и обратился к Георгию с такими словами «Где же Бог твой, Георгий? Почему он не избавил тебя от такой муки?» Затем он велел Георгия, как уже умершего, отвязать от колеса, а сам пошел в капище Аполлона. Вдруг затемнился воздух и прогремел страшный гром, и многие слышали глаз свыше «Не бойся, Георгий, я с тобою». Появилось сияние великое и необычное, и ангел Господень в образе юноши прекрасного и ясноликого, озаренного светом, показался стоящим у колеса и, возложив руку на мученика, сказал «Радуйся». И никто не посмел приступить к колесу и к мученику, пока продолжалось видение. Когда же ангел исчез, сошел с колеса сам мученик, отрешенный от колеса ангелом и исцеленный им от ран, и стал святой Георгий невредим телом и призывал Господа. При виде этого чуда воины пришли в великий ужас и недоумение и возвестили о случившемся царю, который тогда присутствовал в капище на совершении нечистой службы идолам. Последовал за воинами и святой Георгий и предстал царю в капище. Царь сначала не верил, что перед ним святой Георгий, но думал, что это кто-то похожий на него. Окружавшие царя пристально смотрели на Георгия и убедились, что это именно он. Ужас и недоумение надолго сковали уста всем. Два же мужа, находившиеся там, Антоний и Протелеон, которые уже ранее были оглашены в христианской вере, видя это дивное чудо, они совершенно утвердились в исповедании Христа и воззвали «Един Бог великий и истинный». Бог христианский. Царь тотчас велел схватить их, без допроса вывести за город и предать усекновению мечом. Царица Александра, также присутствовавшая в капище, видя чудесное исцеление мученика и услыхав о явлении ангела, познала истину. Но когда она хотела с дерзновением исповедать Христа, епарх ее удержал и повелел отвезти ее во дворец. Злодейственный же дек Литиан, не способный творить добро, повелел Георгия ввергнуть в обложенный камнем ров с негошенной известью и ею засыпать мученика на три дня. Помолившись и оградив все тело свое крестным знаменем, Георгий вошел в ров, радуясь и славя Бога. Связав мученика и согласно повелению засыпав его во рву негашеной известью, слуги царева удалились. На третий день царь повелел извергнуть кости мученика изорваться известью, ибо он думал, что Георгий сгорел там. Когда пришли слуги и разгребли известь, то нашли святого, вопреки ожиданию, невредимым, живым, здоровым и разрешенным от уз. Он стоял с лицом светлым, простирал руки к небу и благодарил Бога за все его благодеяния. Слуги и народ, бывшие при этом, пришли в ужас и удивление и как бы едиными устами прославляли Бога Георгиева, называя его великим. Узнав о случившемся, Диоклетиан повелел принести железные сапоги, раскалить длинные гвозди, вбитые в их подошву, обуть мученика в эти сапоги и так гнать его с побоями до темницы. С молитвой шел святой Георгий в темницу. Заключенный там изнемогал он телом, имея ноги растерзанными, но не изнемог духом. Весь день и всю ночь не переставал он возносить благодарения и молитвы Богу. В ту ночь, Божью помощью, он исцелился от язв. Ноги его и все тело снова стали невредимыми. Утром святой Георгий был представлен царю на месте позоричном, где пребывал царь со всем синклитом. Видя, что мученик ходит правильно и не хромает ногами, как будто ему и не причиняли язв, царь повелел Георгия бить воловьями жилами до тех пор, пока плоть его с кровью не прилипнет к земле. Люто мучимый святой Георгий не изменил светлости лица своего. Сильно удивляясь, ему царь говорил окружающим, воистину это не от мужества и крепости Георгия, а от волшебной хитрости. По царскому приказу пришел Афанасий Волхв, гордясь своей мудростью, неся чародейные напитки в разных сосудах на показ царю и всем предстоящим, и сказал Афанасий, «Пусть сейчас приведут сюда осужденного, и он увидит силу наших богов и моих чар». Затем, взяв один сосуд, Афанасий сказал царю, «Если ты хочешь, чтобы этот безумец во всем тебя послушался, пусть он выпьет этот напиток». Взяв другой сосуд, Волхв продолжал, «Если уже угодно будет суду твоему видеть горькую смерть его, пусть он это выпьет». Татчас по повелению царя святой Георгий был приведен на суд и сказал ему Диоклетиан, «Сейчас твои волхвования, Георгий, будут разрушены и прекратятся». И повелел насильно напоить святого чародейственным напитком. Испив без колебания, Георгий остался невредимым, радуясь и насмехаясь над бесовской прелестью, кипя яростью, царь велел насильно напоить его и другим напитком, исполненным яда смертного. Святой не стал ожидать насилия, а сам добровольно взял сосуд и выпил смертоносный яд, но остался невредимым, будучи сохранен от смерти помощью благодати Божией. Удивился царь и весь синклит его. Афанасий Волхв также пришел в недоумение. Через некоторое время царь сказал мученику, «До каких пор, Георгий, ты будешь удивлять нас деяниями твоими? Да коли не поведаешь нам истины, какими волшебными кознями ты дошел до презрения, причиняемых тебе мук, и остаешься невредимым от смертоносного напитка?» отвечал блаженный Георгий, «Не думай, о царь, что я не обращаю внимания на муки благодаря человеческому умышлению. Нет, я спасаюсь призыванием Христа и Его силою. Уповая на Него, по таинственному Его научению, мы ни во что считаем муки. В чем же состоит таинственное научение Христа твоего?» Георгий отвечал, «Он ведает, что ваша злоба ничего не достигнет, и научил своих слуг не бояться убивающих тела, так как они не могут убить души. Ибо, сказал он, «И волос с головы вашей не пропадет, и если что смертоносное выпьют, не повредит». «Услышу, царь, это не ложное его обещание нам, о котором я вкратце говорю тебе, верующий в меня, дела, которые творю я, и он сотворит». Обратившись к Афанасию Волхву, царь спросил его, «Что ты скажешь на это?» И отвечал Афанасий, «Так как Георгий перед всеми нами исповедал, что Бог его совершитель таковых чудес, что и верующие в него приняли от него неложное обещание, что и они будут творить такие дела, какие и он сотворил, то пусть Георгий воскресит мертвеца, пред тобой, о царе, перед всеми нами. Тогда и мы покоримся его Богу, как всемогущему. Вот отсюда издали видна могила, в которой недавно положен мертвец, которого я знал при жизни. «Если Георгий воскресит его, то воистину победит нас». Гробница же та была за городом, так как по обычаю эллинов мертвецы их погребались вне города и повелел царь-мученику, чтобы он для показания силы Бога своего воскресил мертвого. Георгий преклонил колено и долго молился Богу со слезами. Затем, встав, громким голосом возвал к Господу. «Боже вечный, Боже милостивый, Боже всех сил всемогущий, не посрами уповающих на Тебя, Господи Иисусе Христе. Услышь меня, смиренного раба Твоего, в час сей Ты, услышавший святых апостолов Своих, во всяком месте, при всяких чудесах и знамениях». «Воскреси мертвеца, лежащего во гробе, на позор отрицающих Тебя, во славу Твою, Твоего Отца и Пресвятаго Духа! О, Владыка, покажи предстоящим, что Ты Бог един для всей земли, дабы они познали Тебя, Господа Всесильного, и слава коего вовеки! Аминь!» Когда же он сказал «Аминь», вдруг загремел гром и потряслась земля, так что все ужаснулись. Тогда крыша гробницы пала на землю, открылся гроб, и мертвец встал живым и вышел из гроба. Все, видевшие это, помертвели от ужаса. Татчас разнеслась в народе молва о случившемся, и многие рыдали и прославляли Христа как великого Бога. Царь же и все с ним бывшие, исполнившись и страха, и неверия, сначала говорили, что Георгий, будучи великим волхвом, восставил из гроба не мертвеца, а дух некий и привидение, чтобы прельстить видевших это. Затем, убедившись, что перед ними не привидение, а действительно человек, воскресший из мертвых и призывающий имя Христова, царь и вельможа пришли в великое недоумение и изумление и молча окружили Георгия, совершенно не зная, что делать. Афанасий же припал к ногам святого, исповедуя, что Христос есть всесильный Бог, и моля мученика, чтобы тот простил ему согрешение, содеянные в неведении. Спустя долгое время Диоклетиан наконец повелел народу умолкнуть и сказал, «Видите ли прельщение, о мужи, видите ли злобу и лукавство волхвов всех? Нечестивый Афанасий, помогая волхву подобному себе, дал Георгию выпить не яд, а некий очарованный напиток, который помог ему прельстить нас? Они живому человеку придали кажущийся вид мертвого и волшебством перед глазами нашими восставили его как бы воскресшим из мертвых». Сказавши это, царь повелел без допроса и предварительных мук отсечь головы Афанасию и воскресшему из мертвых. Святого же мученика Христова Георгия велел держать в темнице и в оковах, пока он сам не освободится от дел народного правления и не придумает, как поступить с мучеником. Войдя в темницу, святой Георгий радовался духом и благодарил Бога. Когда великомученик Георгий пребывал в темнице, к нему приходили люди, от его чудес, уверовавшие во Христа, давали стража золото, преподали к ногам святого и наставлялись им во святой вере. Призыванием имени Христова и знаменем крестным святой исцелял и больных, во множестве приходивших к нему в темницу. Тогда некоторые мужи, принадлежавшие к Синклиту, возвестили царю, что Георгий, находясь в темнице, возмущает народ, многих отвращает от богов к распятому и чудодействует волхвованием так, что все идут к нему. Они при этом советовали, чтобы Георгий снова был предан пыткам, и если не покаяться и не обратиться к богам, то чтобы был тотчас осужден на смерть. Царь повелел на утро приготовить судилище при капище Аполлона, чтобы на глазах народа испытать мученика. Как только взошло солнце, царь воссел на судилище. В это время царица прошла через толпу на середину, дерзновенно исповедуя перед всеми, что Христос истинный Бог. Она припала к ногам мученика и, надругаясь над безумием мучителя, укоряла богов и проклинала поклоняющихся им. Видя свою супругу, которая у ног мученика с такой смелостью славила Христа и уничижала идолов, царь пришел в великое изумление и сказал ей, «Что с тобой случилось, Александра, что ты присоединяешься к всему волхву и чародею и столь бесстыдно отрекаешься от богов?» Она же, отвернувшись, не ответила царю. Диоклетиан уже не стал пытать ни Георгия, ни царицу, но тотчас изрек такой смертный приговор обоим. Злейшего Георгия, который объявил себя последователем Христа и много хулил меня и богов, вместе с Александрою царицей, развращенной его волхвованием и подобно ему безумно укорявшую богов, повелеваю усечь мечом. Воины схватили мученика опутанного оковами и повели за город. Повлекли они благороднейшую царицу, которая без сопротивления последовала за Георгием, молясь в себе и часто взирая на небо. На пути изнемогла царица и попросила позволения присесть. Севшая она прислонилась головой к стене и предала дух свой Господу. Видя это, мученик Христов Георгий прославил Бога и пошел молясь Господу, чтоб и его путь окончился достойно. Помолившись, святой Георгий с радостью преклонил под меч свою главу и так скончался в 23-й день месяца апреля, достойно совершив свое исповедание, и сохранив веру непорочную. Таково торжество великих подвигов храброго воина, таково ополчение его на врагов и славная победа. Так подвизаясь, сподобился он нетленного и вечного венца. Молитвами святого великомученика Георгия Победоносца Господи Иисусе Христе Боже наш помилуй нас. Аминь. Субтитры Продолжение следует...